Первый есть в этой эфирной годы Борис Пинку, секретник окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штату Нью-Йорк. Витание вам, приветствуем. Здравствуйте. Я вас рад слышать и видеть, дорогие. Доброе утро. У нас добрый вечер. Все взаимно. Добрый вечер вам. Нам всем доброго утра. Но знаете, очень тяжело назвать его добрым на самом деле, исходя из того, что мы видим, в каких чувствах мы все пребываем с тех пор, когда открылись жуткие, ужасные, ужасающие, чудовищные кадры того, что русский солдат делал в Буче. Это Киевская область. Скажите, пожалуйста, у вас, ну вот вы какие выводы для себя сделали? Вы знаете, я вырос на русской культуре, как и многие русскоязычные иммигранты, живущие за пределами России, Украины и других бывших советских республик. Мы выросли на ценностях, которые были олицетворены такими, как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чайковский. Но сегодня Россия уже не олицетворяется этими великими именами. Сегодня Россия – это Сталин, Путин. И это говорит о многом. За 22 года Путину удалось откинуть Россию в Средневековье. И то, что мы сегодня видим на экранах телевизоров, не верится. Невозможно даже такое представить. Это позор, это страшно. И самое-самое огорчающее – это то, что по последним опросам Левада-центра, того самого, который более или менее считается надежным в проведении опросов по справедливости, 87% россиян сегодня поддерживают агрессию Путина в Украине. Вы можете такое представить? И это число выросло на 10% по опросам до 24 февраля. Это страшно себе представить, господа. Поэтому сегодня в Америке, когда общаешься с теми, кто составляет элиту политическую, во-первых, в шоке от того, что Украина демонстрирует потрясающий героизм, я был потрясен тем, что американцы думали, я имею в виду политики, что Путин завоюет за 2-3 дня, максимум за неделю Украину, и как-нибудь стабилизируется, и Запад может договориться с Путиным. Вы можете такое представить? И вот когда Украина стала бить по морде оккупантов, Запад начал просыпаться и стал на ходу перестраивать свои планы, реакцию на агрессию Путина в Восточной Европе. И то, что произошло в Буче, на мой взгляд, это только начало. Еще предстоит провести огромнейшее расследование в других населенных пунктах Украины, в других городах, где будет больше доказательств зверств российских оккупантов. И сегодня Америка в шоке. В шоке от того, что видит, и от того, что она оказалась не готова к этой агрессии против западной цивилизации. Да. Я слушаю. Сейчас много мы видели, опять-таки, и шока от европейских, от мировых политиков, и заявлений. Но заявления с заявлениями. Как быстро эти заявления будут конвертированы в действия? В действия по новым санкциям, в действиях по ускорению этого расследования, по всем направлениям, сбоку тех структур, которые необходимы для того, чтобы зафиксировать все эти зверские нарушения. Действия в виде предоставления помощи летальной той, о которой говорит президент Зеленский во время своего каждого обращения к разным парламентам. Вот вы какое время даете? И есть ли риск того, что конвертации не произойдет полноценной? И мы так и ограничимся заявлениями, и не больше. Вы совершенно правы в том, что сегодня Запад, столкнувшись с одной стороны, как я уже сказал, агрессией Путина, открытой агрессией против западной цивилизации, а с другой стороны массовым героизмом украинского народа, Запад по ходу начинает переориентироваться, пересматривать те постулаты, которые были заложены в международные институты. Начнем с НАТО. Давайте будем честными. НАТО оказалось бумажным тигром. Сегодня не НАТО защищает Украину, а Украина защищает НАТО. Вот это самое парадоксальное. И приходится сегодня политикам американским и демократам, и республикантам обращать внимание на призыв президента Зеленского, который был потрясающий в обращении его к Конгрессу, в котором он открыто сказал «Господа, если вы не можете в соответствии с уставом НАТО помогать нам, так давайте же создавать какие-то новые объединения, новые союзы, которые не будут ограничены теми препятствиями, которые заложены в уставе ООН. Если вы действительно не ведете игру, а по-настоящему хотите защитить свои же собственные ценности на передовом фронте борьбы, которой стоит сегодня Украина». И действительно это взимело к действию. Сегодня уже работают комитеты по пересмотру даже устава НАТО таким образом, чтобы НАТО, баррикордируясь тем, что его устав не позволяет защищать те страны, молодые, которые борются за демократию, не имели права претендовать на помощь НАТО. Что является карт-бланшем, зеленым цветом для таких диктаторов, как Путин, которые могут свободно проявлять агрессию против тех стран, которые стремятся к свободе, но не являются членами НАТО. В этом весь парадокс. Поэтому сегодня это один из главных приоритетов, над которым работает аналитический центр в Америке. Это первое. И второе, не менее важное. Обратите внимание, Америка и Европа по ходу начинают принимать решения по оказанию помощи Украине. Речь идет о летальном оружии. Если буквально 2-3 дня назад еще и речи не было о необходимости оказания помощи Украине танками или самолетами советского производства, то сегодня уже начинают вслух говорить и Байден, и даже лидеры европейских стран о том, что есть в этом необходимость. И это замедлительные действия, к сожалению, обходятся нам всем, всему цивилизованному миру тысячами жизней украинского народа. Поэтому сейчас идет борьба у нас, господа, в Америке не только потому, что у нас выборы, а они решающие. Сегодня по всем опросам республиканцы лидируют. Они более агрессивны в оказании помощи Украине, чем демократы. И поэтому, но сегодня еще стоит другой вопрос, промедление смерти подобно. Поэтому вы не удивляйтесь, если вы узнаете, что 36% американцев сегодня согласны с тем, чтобы ввести американские войска на территорию Украины и поддержать Украину нашими солдатами. Несмотря на то, что есть риск вступления в термоядерную войну с Россией. Понятно. И это число растет. Да, да. Это число растет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok